Не снимай, не выкладывай И тогда, скорее всего, мы с тобой попадем полностью в кадр Все, огонь Может, мы у тебя стульчик нормальный возьмем? Ну, что, нормальный стульчик Вот, видишь, даже спинка есть Нет, давай нормальный стульчик О, четко Мне подписчик прислал микрофоны Да? Ох Просто прицепил, и все, и звук пишется И у тебя, и у меня Пишется сразу Офигеть Да, прикинь А, у тебя два телефона Ну, я тут буду вопрос к тебе, зачем? Не гадяй Это мой старый Начнем Ладненько, давай Надеюсь, ты меня там где-то урежешь В общем Урежу Ну да, где тут Тут пить Представляю, Мансура Мансур это тот человек, который Вдруг ни с того ни с сего Открыл не школу барабанов Ну, изначально, да, в магнитке Моя жизнь и жизнь многих вообще, я считаю, изменилась здесь Ну, как бы Допустим, я-то вообще ни хрена не занимался ничем Я сидел целыми днями дома Ждал концертов И даже я боялся, да, очень много как бы Ну, ты же меня звал Я боялся прям Я так привык дома сидеть, что вообще меня уже не выдернуть было Вопросы? Привет, Мансур! Привет, Саша! Давай Вот Сколько тебе лет и откуда ты вообще? Вообще, где ты родился? Мне 34 на данный момент Родился я в городе Тюмени Вообще Рос я какое-то время в поселке Винзеле Это недалеко прямо от Тюмени В деревне В целом я деревенский парень Соответственно, неплохо учился Закончил нефтегазовый университет С отличием диплом Два красных у меня Два высших образования Одно Это переводчик в сфере профессиональных коммуникаций Английский язык И второе Это проектирование эксплуатации газонефтепроводов И газонефтехранилищ Соответственно, я работал с 18 лет Довольно много и везде По всей России Первый мой опыт работы такой был прям большой Это на Крайнем Севере На Обской Губе Возле Карского моря Мы, соответственно, занимались погрузкой судов И Потом, через месяц, меня поставили мастером Погрузочек разгрузочных работ Я полностью заведовал Подъезжал на большое такое судно И стояло буровые установки Камазы и все прочее Которые нужно было загрузить в трюма И где-то все это связать Чтобы это при Когда это был период навигации Чтобы это все в сохранности доехало до определенных берегов Соответственно, этим я занимался Потом, в дальнейшем, я устроился в нефтянку Я очень долгое время работал в диагностике нефтепроводов Нефтехранилища газопроводов Ездил тоже по всей России Мы очень много объездили Наработал очень большой опыт в управлении И в том числе в нефтянке Понял, что в целом я чего-то добился У меня есть квартира, есть машина И я закончил заниматься бизнесом Ну, то есть, если говорить про путь Вот именно такое становление То он, наверное, был вкратце так Ты прям сразу на все мои вопросы ответил Следующий вопрос был Какое у тебя образование Да, ну если так, давай Техническое образование Просто мне было интересно С чего вот вдруг Простой сельский парень, скажем так Хлобыся такой Решил в бизнес податься А ты, оказывается, сразу Пошел куда хотел сразу Тут, знаешь, все равно были какие-то Если говорить про бизнес Вообще, куда я хотел Почему я пошел в бизнес Я почему-то интуитивно хотел идти в бизнес Но в моем кругу людей Вообще не было предпринимателей У меня мама медицинский работник Всю жизнь до сих пор она работает Она уже на пенсии, она все равно работает А отец у меня, соответственно, работает постоянно в госорганах Ну сейчас вот он работает там Ну на заводе производит оборудование То есть тут как бы обычная работа всегда была А у меня почему-то хотелось что-то вот свое Но как туда подобраться я не знал И, соответственно, в свое время Просто нашелся наставник, который помог мне разобраться Я когда ты приехал Я почему-то сразу Я обычно исследую человека сразу По его соцсетям сразу Когда он приезжает, я просто облазиваю все Я нашел твою группу в ВК Где ты пишешь Ну все Все свои вот эти Весь свой путь описываешь Группа ВКонтакте Красивый бега, правильно? Было такое И там было написано такое, что ты Отдал миллион человеку, да? То есть просто мне вот охота спросить Не страшно миллион отдавать человеку И как бы вся надежда только на себя По сути получается Там это я могу отдать кому-то там пять рублей И ждать какой-то помощи А тут миллион Слушай, на тот момент Самое интересное Что миллиона не было У меня вот как бы не было такого Что я там зарабатывал такие деньги У меня были миллионы Но у меня была машина за миллион И у меня была квартира там Порядка двух с половиной миллионов Но я взял кредит То есть у меня кредитная история Хорошая была в целом Но как бы меня нигде никогда не косячил И я понял, что я сам Ну так как я хочу заниматься бизнесом И здесь, наверное, если сделать такую ремарку То тут должна быть хорошая подготовка психологическая Своя Потому что когда я принимал решение Насколько я хочу заниматься бизнесом Я понял, что я настолько не хочу быть здесь Где я сейчас нахожусь Что даже там Если ничего не получится Я потеряю абсолютно все То я смогу просто взять вот так вот свои вещи на палочку Знаешь там И куда-нибудь пойти Ну в Сочи Или там в Краснодарский край Где будет тепло Где я смогу переночевать на вокзале И я не замерзну А руки, ноги есть Голова тоже на месте И я смогу устроиться Вот типа настолько не устраивало Состояние дела мне на тот момент Хотя в целом там все хорошо было То я принял решение бизнеса И исходя из этого Говорить о том, что миллион На возможность того, что это получится Довольно невысокая плата Вот И дальше, да, конечно Я пошел к наставнику Заплатил Даже где-то было видео Где я оплачивал счет на миллион И там я просто говорю Ну вот Мы могли купить еще одну машину Ну там На тот момент Мазда Шестая Новая Доставила 963 тысячи Ну ты получил То, что хотел Абсолютно Да То есть Конечно Там было много людей То есть Если Ну говорить там Не знаю То это Аяс Шабудинов Да Многие там хейтят У него много было инфопродуктов Но Я тогда заходил Когда у нас было еще не так много людей Там у нас были личные разборы Мы сидели там В аудитории В сити И у нас было там Ну человек 20-30 наверное На разборах Вот И он разбирал каждого человека И я где-то Я впитывал как губка Ну то есть Для меня миллион это было довольно много И я как бы сидел вот так вот С такими глазами И шитывал Все что он говорил я делал Вот просто вот он говорит там Сделать анализ Там были неприятные вещи Например там Нужно было оставить там Заявку в пять франшиз А потом Звонить еще по 50 Партнеров У каждой франшизы Я вот каждому звонил Кто-то там отвечал Кто-то не отвечал Спрашивал вообще Как у них дела обстоят Как всю бизнес модель Какой-то ряд вопросов И там как бы на это Уходило прям много времени Но при этом эта работа была сделана И я благодарен за то что Ну вот я наверное сам бы этого не сделал Но при помощи наставника Как бы он говорит Я делал Вот это помогло Самое интересное То что он сейчас сидит Да Да то есть Но есть определенный Мы не понимаем почему Да там есть Конечно Есть определенный инфобизнес Он начал развиваться Довольно быстро И если мы говорим Про там Срок исковой давности Он там три года Возможно Ну никто не безгрешен Любой предприниматель На своем пути По незнанке Он может делать дел Который Соответственно Где-то Противоречит закону Если мы говорим Про язву Он еще и публичный Он очень публичный Но при этом Он не так Он Знаешь Вот личность у него Очень крепкая Он невероятно трудоспособный Ну то есть Таких трудолюбивых Я не знаю Людей Я не видел никогда Ну то есть Сидеть и разбирать Каждого Просто индивидуально Каждого человека По 12 14 16 часов в день Подряд по неделе Мне кажется Я думаю Мое ощущение Что Нашелся человек Который заплатил Ну там Какую-то сумму И допустим Не получилось у него И он Такой Типа Не получилось же Типа 2 миллиона обратно Типа А то что Работа там какая-то Проведена И что ты мог не давать Миллион например То есть Основная надежда Всегда на себя Насколько я понимаю То есть никто тебе там Сразу К сожалению Вопросы Больших чеков Они Всегда Вызывают У людей Реакцию Что им что-то должны Вот И чем больше чек Тем Человек думает Что ему сейчас дадут волшебную таблетку Но как правило Ее нет Всегда есть Обычные действия Которые просто нужно делать Если мы говорим Про бизнес и предпринимательство Вообще никаких гарантий Не может быть Какие гарантии Могут быть в бизнесе Сегодня ситуация одна Завтра она резко поменялась Сегодня ставки были 12% Завтра стали там 25% 26-30 Ну вот сейчас вот Мы видим да Что ставки там кредитования Просто уже ушли за 30 Ну то есть банки предлагают По 36% кредитовать Мы раньше у частных инвесторов Брали по 3% ежемесячных И думали о господи 36% годовых Это что-то там невероятное А сейчас банки выдают по 36 То есть это же не частный инвестор Вот ты открыл школу да И у тебя То есть школа барабанов И получается В первый же месяц Ты сделал план правильно Нет в первый мы не сделали Не в первый В первый мы не сделали А в какой Мы во второй сделали сразу план Ну какая была реакция А вот самое интересное Когда ты план не сделал да Ты же не бросил все Допустим Ты такой раз Открыл школу И у тебя что-то Сумма та На которую ты не рассчитывал И ты просто пер дальше Как бы вот Просто ощущения Какие вот Когда ты сделал план Слушай сейчас мы переживаем Очень схожие ощущения Сейчас Рынок Очень сильно Волатилен Его где-то Подбивает И в том числе меня Ну там Долгая история Сейчас можно рассказывать Но мы не об этом Соответственно Когда впервые Мы открылись В середине месяца И за это Количество Времени Мы сделали Не такие великие деньги Я и сидел Я честно Я сидел и думаю Так что дальше А если мы следующий месяц Так закроем То что будет И знаешь Это я видел Как команда Смотрела на меня То есть они видят А что я буду делать Сейчас в данный момент Я сдамся Или продолжу И буду дальше работать И я помню Что я дальше продолжал Просто работать И говорю Ребята Все будет Ну типа все будет И в следующий месяц Мы сделали 960 там Чем-то тысяч рублей Вот И я ехал В машине Я помню В такси На тренировку У меня ничем не отличались дни Всегда С утра всегда тренировка Потом я еду на работу Вечером Соответственно я домой И так каждый день И мы сделали там порядка Точно не скажу Но по-моему В районе там Четырехста тысяч Чистой прибыли В первый месяц Я ехал и думаю Офигеть И тогда пришло осознание Что просто нужно делать И что знаешь Есть такое понятие Как эффект таксиста Вот Эффект таксиста Это когда Он выполнил заказ Сразу получил деньги У руководителей Управленцев И владельцев Бизнеса Этот эффект чуть дольше Он То есть ты например Сегодня принимаешь решение А результат ты получишь Через месяц Или через два месяца Тем самым Оно Конечно дает Психологическое давление Определенное Но опыт Релевантный Побед В этих направлениях Он дает тебе Ну хороший опыт Прогнозирование того Что делая все правильно У тебя получится И так дальше Конечно когда мы Движемся По структуре Выстраивания Больших компаний То опыта становится Меньше Книг написано меньше И ты думаешь А правильное ли действие Ты сделал И оно сродни Знаешь когда ты Пытаешься настроить Душ Теплой воды Но представь если Задержка будет в минуту Ну то есть ты повернул кран И минуту ты должен ждать Пока поменяется что-то Вот очень сильно похоже на эту историю Ты можешь вертеть ручку В рамках там одной минуты И вообще ничего не изменится Но зато потом ты Последствия будешь получать О! Крутой вопрос вообще Когда я его писал Я прям предчувствовала Что ты будешь отвечать Смотри Мансур Ты открыл На ШБ Да? На ШБ То есть не школа барабанов Когда ты открывал Вот ты вообще взялся за это Когда ты его открывал Ты думал Что Все Барабанщики Да? В основном Прям вот Я даже не знаю Как их делить по категориям Очень многие Просто считают Западло Работать на ШБ И Постоянно хейтят Всех тех Кто работает на ШБ Или кто Учится Это я просто с этим Сам столкнулся Не раз И просто Ощутила на своей шкуре Это все Что Сколько раз Поступают комментарии Такие Уходи Бросай Я говорю Ты бы ушел Вот как бы Вот у тебя работа Стабильная Как бы зарплата Ты при деле сидишь И куда идти Ну просто У них все просто Как бы Да? А ты такой Думаешь Ну вот я ушел На два месяца И что? Я просил капитально А я же привык Получать зарплату Как бы Да Я начал организовывать У себя там все Но это не те объемы Как бы абсолютно не те Может быть Если бы я Задержался еще Может быть На год Я бы может какую-то базу Но это настолько нерегулярно Я тебе скажу Просто Тут я знаю Что я проснулся У меня в три урок Там В девять я домой Например Да по-разному То есть объем есть Вот Как ты к этому Вообще Ты думал про это? Что вот В среде барабана Это вот Такое Это везде И в барабанах И в вокале И в гитаре Но знаешь Одно скажу по марку Все школы разные И если мы говорим Вот я много Сталкивался с тем А да у тебя франшиза Все понятно Я говорю А что понятно? А что это значит? Ну тогда То есть как будто бы франшиза За тебя все делает Но Школа Отличается от школы Очень кардинально И Очень сильно Все зависит от владельца И партнера Этой школы Франшиза лишь дает тебе Презентации И Модель работы То есть модель Которая как будто бы Рабочая А как у тебя будет школа И что будет внутри Зависит только от тебя И наверное Это было мое объяснение Когда мне говорили о том Что вот надо уходить Из НШБ Там и так далее Ребят там хейт какой-то определенный Брали там и так далее Я понимал что да Скорее всего просто У ребят у этих Школов Которые вы в городе Возможно не совсем хорошие Или там Какой-то знаешь Там не самый хороший опыт Вот Но У меня задача была сделать Такое место Во-первых я его делал для себя Ну то есть Первичное что я начал делать Я думаю я сделаю место такое Где мне будет комфортно Угу Потом Я когда увидел Что и ребятам здесь классно Они говорят Блин тут какая-то атмосфера Тут как-то уютно Как дома Угу Я подумал так Так блин это же здорово Значит надо сделать такое место Где будет моим музыкантом Тоже круто И я понимал что сразу Там хорошие ребята Ну я тебя уговаривал Полтора-два месяца Да Вот Я боялся То есть Я же интроверт Ну не то чтобы интроверт У меня чистая Это комплекс Вот С этого С детства Ну конечно То есть я понимал Эту всю историю Я помню даже что Как я там ребятам Админам давал задачи Ну это как бы другая То есть я говорю Сашкину Ужна там Группы там максимально лояльные Там вот это все Чтобы ты влился в это все Чтобы ты попробовал И почувствовал Что это действительно классно И кстати Я офигел Что пока ты вот Ну возглавлял эту школу Да Приезжали очень крутые барабанщики И Меня просто поражало то Что приезжают барабанщики У меня это сразу Вот этот хейт Он Ну Вся серьезность этого хейта Для меня пропала Просто ну как бы Знаешь обиженные какие-то люди Извиняюсь Можно мне зайти быстренько поставить Али у вас с интервью Не можно Впечатление то что люди обиженные Или зависть Вот Больше ничего не могу сказать Потому что крутые барабанщики Приезжают И занимаются с этими учениками И даже Я помню как я боялся идти к Михико Задаеву на урок Но даже я не стал билет покупать Я и не собирался идти Потому что я боялся Но ты Сказал Я когда пришел Я сижу спокойно Ты говоришь А что ты пойдешь Я говорю Нет А ты говоришь А я тебе купил Купил тебе этот как его Урок Так что Пэт в руки и вперед Я офигел тогда вообще Ну это правда Потому что Когда мы начали выходить на уровень Что мы начинаем уже с ребятами Кто там со звездами играет Ну это достигли какого-то определенного уровня Я не увидел никакого хейта Да Там есть хейтеры Есть ребята Но я понимаю что Знаешь Везде и всегда На какие-то компании Будут хейтить Ну типа Макдональдс хейтят Вкусная точка KFC Burger King Если открыть отзывы Ну там типа низкие рейтинги Но почему-то На всех фудкортах Там больше всех людей Поэтому Здесь Это просто К этому быть готовым И да Сейчас у нас даже Мы сейчас находимся в школе вокала Я долго не управлял этой школой Я занимался там масштабированием очень большим И когда я сейчас вернулся Я понимаю У учеников определенные Вот этот хейт Вот тот предыдущий опыт Который позволил мне сказать Это все ерунда Надо просто брать и делать То есть сейчас Когда мне говорят Ну все и школа уже не та Я говорю Ребят все нормально Я то знаю что можно Ну типа я то знаю точно что это вот Это все здесь в команде И когда Раньше я был один Который Заражал всех этой идеей Я помню как ты мне сказал Я не знал что в городе Грит столько много людей Которые хотят играть на барабанах Да 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 Вот а я просто говорю Саня вот это у нас Маркетинговый бюджет Я помню Как я тебя спросил Типа Что ты собираешься делать Ты сказала Я открываю школу барабанов Я говорю И кто к тебе пойдет А ты говоришь Пойдут все Таксисты Домохозяйки Все кто Просто все Я так не может быть Ну барабанить могут только избранные Я считал То есть это Это дело только для избранных У которых есть чувство ритма Там Какое-то душевное Что-то вот Ты можешь дать Это вот понимаешь Но Оказалось Марабанить могут практически все За редким исключением Тех людей У которых Нет абсолютно никакого чувства ритма Абсолютно никакого И даже они смогут Но только со временем Им просто нужно больше Был один пример Больше времени Когда я занимался Чисто одним чуваком Который Не мог попасть никуда Вот Мы с ним просто пообщались Я говорю Ну ты же слышишь Типа звук Попробуй в него попадать И он начал играть просто Я офигел Просто офигел Я такой Не может быть А у него еще с руками что-то У него руки Не сгибаются Угу Ты бы видел Он палки обмотал марлей Короче Они стали вот такие толстые Вот он их берет И барабанит Короче Я просто офигел Это просто подвиг какой-то Представляешь Какое желание Офигеть Это все на самом деле От этого зависит И первый вопрос Мне задал Про то Что многие Которые покупали наставничество Не добились результата И вот если Человек Который хочет открыть свой бизнес Будет вот так Делать У него не может не получиться Ну как у него может не получиться Если этот человек делает Все возможное Чтобы даже палочки Приватывать Да Вот Вот Я помню Когда у нас на первой по-моему Генрепе да Трубу прорвало Да Я короче в тот момент Я сидел на подоконнике И я был в полной уверенности Что это я ее сломал Потому что я спрыгнул И как будто зацепил ее ногой И когда она прорвало И вот она течет А я стою думаю так Сколько Мне нужно будет зарплат Чтобы вот тут все Привести опять в порядок Представляешь Я был в такой панике вообще И ты такой Говоришь Типа Я не помню что я тебе сказал тогда Но я Я боялся жестко Я думал Ковру хана Полу хана Батареи что-то там чинить надо Барабаны Все Стояло же все Короче это был ужас просто Что-то я не помню Ты сказал типа это Не переживай Все будет ок Сейчас все починим Типа Да мы продолжили репетицию В другом классе Да мы быстро принесли Конечно И все Это очень круто было Это магия не школы И магия управления Но кто здесь может быть виноват Да никто никогда не виноват Больше всего меня удивляло Твое спокойствие в тот момент просто Взять трубу вот так Загнуть ее И в окошко В окно Я спонтан В окно фигачил Я представляю лица людей Которые проходят А там просто такой каток заливается А это же осень была да по-моему Да да уже подмерзать начинала Вот Но с помощью учеников Мы за два дня Просто реабилитировали Весь класс заново Да То есть мы я помню В первый день мы ковры расстелили Я привез ковры Ты ковры привез Да Это было красиво Это было красиво кстати Это действительно было стильно А потом просто ковролин Уже выкинь чуть-чуть Да И попастелили А помнишь ли ты вот Первый год Моей работы Может быть даже не первый год А полгода Когда тебя постоянно Выдергивали откуда-то там Особенно полинка Я как сейчас помню Я выбегала Из класса например Там Ну с матами И она тут же Начала тебе звонить Ты приезжал И Когда ты появлялся резко У меня что-то Обрывалось внутри Думаю ну все Это был мой последний день А ты Я офигею над тобой вообще Почему ты меня не уволил Сразу Это же был не первый косяк Это же был повтор за повтором Я не мог смириться С тупостью людской Понимаешь Я не мог понять Почему люди здесь находятся Которые В принципе не могут Ну Не понимают Вот этой Как бы этой атмосферы барабаны Понимаешь Для меня барабаны это жизнь Да А когда сидит вот такой вот человек Который вообще не понимает Что он здесь делает И как Как так получилось Что он купил курс Вот такие дела И В общем Я сбегал с уроков И Вопрос в том Что Почему ты меня не уволил Ну Во-первых Я пытался понять Ну Знаешь Я всегда смотрю на человека Он делает это Специально Или Он делает это У него есть просто Причины Почему он так делает Я понимал Что у тебя есть правда причины И Это знаешь Я тебе сразу вопросом на вопрос Помнишь ли ты Когда Много преподавателей Мне сразу написали о том Что есть группа с ДЦП И они не хотят с ними работать Ну условно Помнишь Такая была Я говорю Ребята Ну типа блин Они же не специально Ну они хотят заниматься Ну типа А им никто не хочет И вот Я всегда с сотрудниками Любые сотрудники Если я вижу что человек хочет Ну он хочет заниматься И ты хочешь преподавать Но просто У тебя что то есть Что заставляет Вот так вот Например поступить И мне важнее было Что тебя любят Ну тебя любят ученики Тебя много учеников любили Но при этом Были 1-2 Которые Где то у тебя Вышибали просто Да и ты как бы Не мог с этим смириться Это нормально Это нормальная история Ты не был рожден преподавателем Ты барабанщик Да Я себя преподавателем не считаю Вообще Если честно Но ты прокачался Вот какой ты сейчас Да Сколько ты Ты всегда знаешь Я помню что ты приходил Ты говоришь А я вот попробовал вот это теперь И слушай сработало И вот она важная Я постоянно все пробую Новое что то То есть Да Ты же понимаешь что люди все разные Что с одним работает То с другим не работает И это И это для меня был показатель Ну то есть Что тебе это важно И даже когда ты забегал с уроков Сам факт Это Ну факт важности Что для тебя важно Что бы у них получилось Тебе важно Что они должны там учиться Уметь это делать Если бы тебе было без разницы Ты бы просто отвел урок Вышел и ушел Все Тебе сказал бы я Не ставьте меня больше к ним Но тебе было важно Почему бы их не получалось У нас есть ученик один Который Что-то по психологии еще что-то занимается И я с ним пообщался как-то Я говорю Ну вышел я В очередной раз С урока И он мне говорит Ну видишь что я Что-то со мной не то Он говорит Что такое Я говорю У меня это Ну нервы сдают Типа Типа Ну как бы Я Весь урок Одно и то же объяснял Короче Он говорит А он мне такое говорит Типа А ты Типа забей Типа Ну как бы Ну видишь не понимает Типа человек Скажи Да и хрен с ним Другому начни объяснять Я говорю А я так не могу Вот Для меня важно Чтобы все поняли А не кто-то один Ну вот Это Это же очень важно Это бывает конечно Когда вот ты видишь Что человек Ну вообще Вот По моей воле Несколько людей просто ушло Чисто вот из-за меня Потому что Я им сказал что То есть Ты и барабаны Это вообще разные вещи То есть Ну это никак То есть Ну вот как-то так Получилось что человек ушел Причем он набрал себе там Установок каких-то крутых И думал что они будут за него играть Но Не это Не так это устроено Здесь когда так получалось Конечно я думал Сашка не надо Пожалуйста не надо Но при этом Я понимал твой профессионализм Ну и У меня к тебе всегда Теплые человеческие отношения Ты знаешь Ну то есть Я как бы Знаю тебя И сразу почувствовал Что ты как бы Ты открытый Теплый Добрый человек И специально ты ничего Ну такого не будешь делать Вот и все Ну то есть От этого было достаточно Спасибо Как бы да Конечно не специально Хотя были у меня В жизни вещи Которые я делал специально Ну Сейчас А может быть и нет Тоже с чем-то было связано Скорее всего И фиггеры И воспоминания Но сейчас Вспоминать об этом Это даже забавно Да Это точно Следующий вопрос В общем то Были ли у тебя мысли Вот это все бросить И начать что-то новое Да Я Если Это долгий вопрос Потому что Ну как бы ты знаешь Мы когда открыли школу барабанов Потом мы открыли Школу барабанов Нижневартовские Ну и там Потом понеслось Ну то есть Да у меня там Было очень много школ Порядка там Больше восьми школ Мы открывали Особенно прошлый год И это все надо было Управлять И так далее Соответственно Я полностью отдалился От продукта Ну то есть Я почти не занимался Продуктом Потому что Мне нужно было Заниматься только Администрированием И там Управлением Но Дальше Я начал смотреть Финансовую составляющую Мы уперлись В определенные потолки В том числе там И налоговые И я понимаю Что это в рамках Такого большого бизнеса Уже не Настолько там Выгодно И даже там Работая с тремя школами Я зарабатывал реально больше Чем зарабатывая Сейчас там При восьми Там больше школ Потому что Появляется дополнительная Управляющая компания То есть Там нужно свой HR Нужен свой маркетолог Должен быть Свой финансист Должна быть компания Там группа Которая берет это все И бухгалтерию Правильно устраивает Даже просто Тот Кто будет там сидеть И ну Как бы на каждой позиции Должен быть еще управляющий И Вот эта вся эта Человеческая История Она такая Привела к тому Что я понял Мы работаем больше Зарабатываем меньше При этом Я не касаюсь продукта Я не получаю больше Того кайфа Который был Драйв да Когда я занимался сам школой Даже там 2-3 школы было Я даже на концерты Не могу слетать Просто времени не хватает И Я подумал Действительно о том Что пора продавать Это все И Когда я начал Принял это решение Мы действительно На данный момент Да Мы отдали Продали Но никого не кинув Ни одного ученика Мы сейчас Стараемся Да Есть там определенные задержки Это честно Есть задержки по выплате Там где-то По возвратам ученикам И так далее Но просто потому что Мы пытаемся Вот эту большую машину Которую мы создавали Как-то экологично Передать Чтобы эти ученики Дальше продолжались учиться Мы никому не говорим Что мы не исполним Обязательства Мы готовы Исполнить обязательства Мы каждого учим Но вопрос только возвратов Но это отдельная история Дальше я понимаю Что ну Мне интересно Я не могу сидеть на месте Мне нужно что-то создавать И причем это должно быть Что-то большое Масштабное Прям гигантское Я думал о том Чтобы продать там магнитку И так получилось Что в школу барабанов Мы продали Владу При этом Я остался там в доле Но первые месяцы Было не совсем просто Да то есть Влад Понятное дело Есть позиция управляющего Есть позиция владельца Он управляющий партнер То есть он владелец этого бизнеса Теперь он управляет Я вообще ни к чему не притрагиваюсь Я могу как лишь Помочь своим опытом У нас есть встречи ежемесячные Он учитывается Показывает там Так как я как инвестор Смотрю за там Показателем его Чистой прибыли И там выручек И первые месяцы было сложно Потому что Влад Перестраивался И вот мы с ним там Позавчера гуляли И я говорил об этом Я говорю что Какие бы знания у меня не были И как бы я тебя не хотел научить Это просто нужно пережить Типа это нужно прожить Пережить И только после этого ты поймешь И то что сейчас происходит Какие у него мысли Стратегия по развитию барабанов Я понимаю что она абсолютно Совпадает с тем что Я бы тоже самое делал Мне очень нравится И при этом сейчас Школа зарабатывает Процветает Я захожу на планерки И вижу счастливые лица Музыкантов Администраторов Это круто вообще У нас команда Как бы там Я вот сейчас Помнишь Когда-то Сто лет назад На планерке Ты что-то по-моему Спросил тут Вы команда Все кто-то там Да, команда Я говорю Какая мы команда Ну какая мы команда Один пришел Провел урок Ушел Второй пришел Мы не видим друг друга Мы не общаемся друг с другом Мы никто друг другу вообще А сейчас я могу точно сказать Вот все кто сейчас работают не в школе Вот мы реально команда как Да, и при этом мы были командой И не только в рамках Не школы барабанов Но и школы вокала и гитары Потому что есть там общие концерты Ребята всегда объединяются Готовы помочь И это то Через что было очень больно И тяжело И долго пробиваться Это не вопрос качества Это вопрос только времени Ну то есть тут только время Могло показать Насколько мы команда И самое знаешь Такое неприятное здесь было Это признание того что человек Профессионал своего дела Но не командный игрок И убрать таких людей Это было самое правильное решение Это была у тебя такая На шибе магнитки Это был эксперимент Да, для начала наверное Я думаю Ни одна от тобой открытая школа Такой не была в начале наверное Да, как была наша школа Конечно Скорее всего Школа барабанов была Это Я вложил туда всю свою душу Энергию И работал с каждым индивидуально Когда мы открывали вокал Еще было Гитара Уже нет Я уже к гитаре не прикасался Вокал Вот эта школа Она тоже для меня важна И это отвечая на твой вопрос Да, я думал продавать эту школу Но из-за того что были финансовые сложности И да, действительно Вот то что я тебе говорил Мы когда схлапывали И закрывали вот эту всю машину Нужно было какие-то финансовые отдачи То есть мы закрывали с убытками Мы продавали с убытками Ну то есть Понятно что Представьте сколько зарабатывал денег Со всех школ Ну то есть А я в принципе не шоковал никогда Ну то есть Не было такого Что там В Луи Виттонах Или в Гучи ходили Хотя Ну там определенные в месяц Мы зарабатывали Порядка 2-2,5 миллионов Чистой прибыли Но мы все вкладывали в школы Мы покупали микрофоны Оборудование Какие-то корпоративы Подтверждаю Микрофон очень крутой Мы писали на нем Песню Которая скоро выйдет Кстати 22 ноября Релиз Писал барабаны На этот микрофон Это просто Топчик просто Я просмотрел И думаю Блин, мы должны его иметь Мы открывали на эти деньги Новые школы Ну то есть Мы все вкладывали Вот в развитие Только в развитие Потому что для меня была Как команда музыкантов Так и команда административного персонала Которые тоже должны были расти По Ну В вертикальной структуре Вверх Они должны были становиться управляющими Они должны были попробовать Этого И Соответственно Мы обеспечивали этот рост Деньгами мы Обеспечивали Но сейчас Приехав сюда И попробовав Продать эти школы Я понимаю Что я не хочу эти школы Вот у меня осталось Буквально несколько школ Где-то я инвестор остался Ну вот у меня Осталось две Это вокал-гитара И петербургская школа На барабанах я уже инвестор Я хочу эти школы Так же Как и барабанные Найти человека Обучить Передать И остаться здесь вдоль Я не хочу этот бизнес продавать Мне он нравится С точки зрения Как знаешь Это Ты приходишь сюда Это ностальгия По тому времени Когда ты Я не знаю Ну Я не помню Что было вне школы Давай так Я помню только работу в школе Вот этот Период был очень длинный И это было потрясающее время Это невероятные люди Даже те которые Сейчас не с нами Или ушли Но они были кайфовые Они были классные Очень много людей Да Поэтому я и не хотела сюда идти Потому что очень много людей Вот там есть какой-то кайф свой Да Общаться с этими людьми Они Они немножко другие Те люди Кто были вне школе Кто работали у нас Ну там хотя бы Трех месяцев Они реально Ты когда видишь Ты понимаешь Ты даже Кого ты уже увидишь Они где-то в других местах работают Но у них внутри что-то другое Они реально наши Вот ты просто их видишь И понимаешь Ты наш человек И кстати Вопрос что Ну на комментарии На многих Что они в школе Не учат барабанить У меня есть уже Люди Ученики Которые Круто барабанят Я бы даже Сказала кое в чем Даже превосходят Меня например Я не имею ввиду Что я там Офигеть какой крутой Но я никогда не думал Что ученики Как бы даже не верил в это Могут дойти до каких-то прям Таких знаешь Прям Грувить Все Вот это все Быстро читать с листа И все Есть такие люди Вот так что Я помню Ты мне тоже говорил Говоришь Да ну Мы все равно Ну как бы это все равно Больше развлекательная история Я говорю Саш подожди Давай время пройдет Потому что я понимаю Что не школа Конечно Если говорить про не школу Это больше импульс Это всегда импульс Импульс что-то делать И тех людей Единицы Кого действительно Это настолько пронизывает Как тебя И ты начинаешь этим заниматься По-серьезски Не только в не школе А дома Ты начинаешь там репетировать Ты много ходишь И тот же вакцина Да То есть я смотрел Как он играет на барабанах Когда он приходил Ну совсем Юным парнем Мальчиком И как он играет сейчас Господи Ну блин прикольно Ну ему чуть-чуть осталось подработать Да Чтобы У него с временем немножко С чувством времени Вот это А так скорость Вот это вот Тайминг Вот это все у него есть Ему просто сейчас Немножко Просто на время поработать И все будет ок Я вообще с ужасом жду Когда он сыграет что-то такое Что у меня шары на лоб полезут А как он карданит Это вообще жесть какая-то Он говорит Я ничего для этого не делал Многие сами играют Я же прекрасно понимаю Просто Я устаю Через полминуты Что-то такое играю Все Я выдохся Короче нафиг А он нет Ну молодость Как бы Сила И так в каждой школе В вокале есть свои алмазы Есть реально природники Очень крутые В гитаре тоже И вот мы сейчас Только разговаривали Там с Марго И говорили о том Что Когда мы открывали школу барабанов Мне многие говорили о том Что там Ну типа кто пойдет Но Я понимаю Что если мы Объединимся С другими школами Как бы это не было В каких-то моментах Создали бы какую-то Знаешь ну там просто Обменивались опытом То возможно У нас бы было еще больше клиентов У каждого Потому что это Популяризация музыки Здесь вопрос не идет больше о лидах Или еще о чем-то Это нечто большее Но если мы начнем это Говорить о том что Вместо того чтобы идти в красное и белое И вечерами просто сидеть на лавочке И пить Идите к нам в школу Или там не к нам Или там в другие школы Есть много Прекрасных заведений В Магнитогорске Куда можно пойти И просто проводить свой досуг И это возможно Вылиться в нечто большее Ну разбираться в музыке Слышать ее И это Всегда прекрасно Это как с картинами То же самое Ну то есть Люди не понимают Например картины Но если туда уделить Какое-то время Начать понимать эпоху Как и период времени Это было Ну как бы написано И так далее Ты начинаешь в этом Понимать что-то В музыке Ну у нас музыка вообще По жизни Я вообще не понимаю Но музыка у меня Вообще всю жизнь мою Я всегда в этих наушниках И Когда мы открывал школу Там я учился у вас Вы мне что-то говорите Я начинаю это слышать Более там Самое смешное Для меня было Это Head Head И Райт Вот А с этого я ржу Постоянно Да Head Head И Райт Ну Ничего Нормально все Да И смотри Так как ты Открыл не школу Это же музыкальное заведение Все-таки Ну то есть Да там Развлекуха присутствует Тусовичи всякие Кстати сейчас очень много людей Просто сидят и тусят Вот Как было раньше И так как это все-таки Связано с музыкой Следишь ли ты вообще За музлом То есть Следишь Есть у тебя любимые барабанщики Например Честно У меня любимый барабанщик ты Это правда Шикарно Я не настолько То есть я такой Мне не хватает времени Ну это понятно Но Я люблю симфоническую музыку То есть И при этом Не совсем классику То есть Я люблю современные треки Переложенные на Там Симфонические оркестры И так далее То есть это то что мне нравится То что я прям ходить могу И смотреть очень много Все что новое Не совсем наверное мое Я больше по старому Альтернативному року То есть Но при этом есть каверы На старые произведения Смотреть как играешь ты Меня завораживает Типа это реально очень красиво Это красиво Это Вот знаешь Не добавить не убавить Это 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 Как танец Да То есть все твои движения Они должны быть плавными И своевременными Да Если у тебя Ты играешь И у тебя Прям тебя корежит Тебе надо что-то сделать Против воли То ты что-то делаешь неправильно По любому Чисто я себе так объясняю Так и есть То есть когда я смотрю Как ты играешь Я очень такой Перфекционист немножко Здесь И я когда смотрю на что-то Я вижу дефекты Ну то есть И это Иногда мешает Потому что В обратной связи с сотрудниками Я им говорю плохие стороны Ну потому что я так заточен Я дефекты вижу Но при этом Когда я смотрю на твою игру У меня все отлично То есть у меня нет дефекта Мне не хочется ничего убавлять И добавлять Потому что я не буду выкладывать Если там есть дефекты Да Я же Ты Вот Допустим Раньше я очень много Выкладывал в инсту Сейчас я это забил Сколько ты думаешь Сколько Уходит на съемку одной минуты Вот я допустим Проснулся и услышал песню какую-то Я думаю все Я ее скачиваю и на базу Короче У меня хочется два Чтобы записать Одну минуту Там Там больше ста дублей Короче Я все это пересматриваю Все косяки Косяк вижу Пошел переигрывать Записал Просматриваю Блин Что-то мимо Вот тут коряво Как-то пошел переписывать И что самое интересное Это же Как тебе сказать Это как на студии Писать музыку Вот Я помню мы писали Там тепло Я писала Партию барабанов И Я одну песню переписывала Раз двадцать И у меня такой Порой складывалось ощущение Что от меня хотят того Чего я не могу дать Понимаешь Ну это я Я не могу сыграть Как-то еще Там Сделать то Чего хотят от меня Понимаешь Я все равно играю Опять так же Прикинь Да я напрягаюсь Я пытаюсь попасть во время Все Короче Очень много дублей Очень много дублей Это не так что Как ты думаешь Что я там Крутой барабанщик Сел сыграл и выложил сразу Нет Очень много дублей Это же нормальная история И это заблуждение Что Профессионалы играют все С первого раза Сколько мы были на олимпийских играх Так что как бы Не были невероятные ребята Там Выступали Не буду называть имен Но они тоже Им дают ноты Они не могут с первого раза играть Им нужно медленно сначала все проиграть И только потом они начинают Ну конечно В общем Времени нету Времени нету То За музыкой я не слежу Но мне она нравится И музыка всегда со мной По жизни Но я занимаюсь бизнесом Ну то есть Первостепенно Понятно Для меня Если говорить про формат не школы Вообще школ в целом Без разницы это одна история То есть административная работа Есть музыкальная С музыкальной частью я не работаю с продуктом Я смотрю только с точки зрения там Блока продаж Вообще в целом преподавание То есть именно как человек доносит Насколько ему И мне для меня преподаватель Важно чтобы ему Был важен результат ученика Вот если это я вижу Ну то есть я знаю что здесь С продуктом все будет точно супер А дальше у меня задача административная Ну найти администраторов Продажи наладить Воронки обеспечить Мотивацию Чтобы все было хорошо Ну это как бы Вот это просто будет Ну кстати в ютубе тоже есть воронка Я слежу за статистикой Охватывать 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 Просмотры Переходы Лайки Подписки И ты вот Он это записал Выложил Допустим Без музыки просто И ты просто так напитываешь С этим всем Один то сыграл Один это О интересно Дай-ка сниму И вот так вот как бы Захватываешь Там Тут Нахватываешь Вот это все В общем Приближаемся к концу У меня больше нет вопросов Ты победил Хочу сказать тебе огромное спасибо Вот Благодаря тебе Вживую пообщался с любимыми барабанщиками Вот Надеюсь еще пообщаюсь Конечно Вот Я Никак не ожидал Что Миха Казадаев За которым я слежу Уже наверное лет 15 наверное Блин С его самого Как он ютуб завел Он Сионый барабанщик Он Много пишет музыки Всякой Всяким группам Ты теперь понимаешь Познакомившись с ним Вживую Вот Я знаешь Когда был маленький Думал что такие люди Они где-то там в небесах И они типа Настолько высокомерные Что там типа На Мерседесе Не подъехать к ним Внушила вот это Что они Она Это знаешь как она говорит Они Мы Она говорит мне Мы простые смертные А они нет А на самом деле Простые люди Оказалось что он Такой же простой смертный Как и мы И я ей пришел И говорю Ты представляешь Кто сегодня был вне школе У нас У нас Вот Она говорит И ты типа с ним общался Я говорю Ну да Она говорит Ну а как он типа С тобой мог общаться Типа вот это все Он же как бы Кто он И кто ты Я говорю Представь себе Они все обычные люди Вот Самое смешное Что он мне писал недавно Поздравлял с днем рождения В общем Огромное тебе спасибо Вообще Тебе спасибо Потому что вот так Видишь как получилось Я боялся Боялся А потом решился И я же проводил Что-то по одному уроку По два А потом как втянулся И помню вторую ступень Я начал вести Не изучая ее А просто открываешь слайд Объясняешь сразу Потому что я понял Что я все это знаю Прикинь И даже третью ступень Я думал Я помню Ты с нотами Мне надо учить Учить А я открываю Я понял Что все это знаю Мне просто надо Это объяснить Людям доступно Чтобы они понимали Да И все Вот Так что Важно чтобы в жизни Кто-то в тебе верил Вот Я верю в тебя Ты веришь в меня Вот этого достаточно Все нормально Есть в этом Мамка Вот в меня не верит К сожалению Даже когда я Сказал что Я еду в Москву Помнишь Какой это был год Прошлый По-моему Или позапрошлое лето Наверное да Вот Она говорит С кем я Один Она говорит Ты не доедешь Я говорю посмотрим Ну У наших родителей И родителей наших родителей Мир был немножко меньше У них столько было Сложных ситуаций И событий Которые Веру в них Она подавила сам Вначале еще Поэтому у меня Мама тоже Она Понятно что она со мной Уже не спорит И не доказывает Потому что она понимает Что все равно сделают так Как я считаю нужным И она приняла это Вот Но у них есть страх Таким образом Они просто боятся за нас Они переживают что если А вдруг у нас не получится И мы расстроимся Но на самом-то деле Проблема в том что Не попробовав Я расстроюсь больше Ну я помню Какой-то был кайф Просто ехать Ехать куда-то Я приехал в этот Бласт бит А там Вячеслав По моему Лентий Фамилия Организатор всех Барабанных конкурсов В Москве Организатор У них ютуб канал Тоже за ними Очень давно слежу И он в Москве Организовал Барабанную среду Это Организатор У них Понимаешь Что теперь надо играть Вот так А что теперь вот так Как я играл Никто не играет Надо играть вот так И каждый раз Что-то добавлять новое Новое В свою игру Тем самым Знаешь так прикольно Что Москва Почему люди все съезжаются В Москву Не потому что Там условно Что-то там Ну там много Можно о чем говорить На самом деле это Все говорят возможности Под возможностями Все воспринимают Очень разное И многие люди Кто переезжает туда Думают что там денег больше Дело нигде не так А некоторые прям сдуваются Переехав туда Конечно она задавливает Но вот возможности там в людях Самое ключевое Почему я хочу В том числе в Москву Потому что вот ты говоришь Там есть вот такой вот человек Да Там есть там другие Очень много людей Переезжают туда Потому что они притягиваются Потому что это Эти люди Они создают такую Ну то есть это инициативные люди Это наверное Такое Немножко плохая история Потому что с регионов Действительно людей Много уезжает Но Там Этого квинтисенция Здесь же нечего ловить абсолютно И с этим никто не поспорит вообще Давай Уровень точно Ну другой Но при этом Вот как ты видишь На нашем примере Можно Можно Да Время С двадцать первого года По двадцать четвертый У нас ушло там Условно Довольно большой Примежиток времени Ну мы создали эту Поверслойку И мы начали Даже там Может быть В какой-то мере Толкнули там Музыкальную среду На такое вот Масштабирование Да что действительно Сейчас много групп Это много Это прям популяризация музыки стала В магнитке опять Она возродилась Я помню Я помню Где-то может быть лет пять назад И вот И вот даже просто Заставить их что-то запостить Там Допустим Я туда очень много Выкладывал Я где-то Что-то подснял Еще до появления бложек Туда Все туда туда Всех крутых барабанщиков с ютуба Туда Туда И я понял Что эта группа Она нафиг никому не нужна И Еще интересно то что Как музыканту В городе Реально ловить нечего У нас здесь Буквально Два Места Где ты можешь Поиграть Вот и все Даже я сейчас С группой Заменяю барабанщика Ежу Не По разным городам ежу Странно Но Видишь Мне кажется Тут вопрос того Что люди Которые Инициативные Прямо такие мощные Первое В них могут не верить И они просто не делают Второе Они просто сильно верят И уезжают Но при этом Я вот сейчас Ищу здесь Ребят Кто хочет соответственно Ну перенять дело Там не школы Но это Это тоже Это больше чем Продажи Это будет мое менторство С полным погружением Я буду выбирать Кто сюда станет Но Людей ищут Тех Которые никогда не собираются Отсюда переезжать Потому что Я понимаю Школа может жить только При человеке Который здесь Он строит ее под себя И когда я переехал в магнитку У меня в целях Там пяти лет Ну там возможно Не было такого переезда И поэтому Получилось Если бы я думал Что завтра я уеду Я бы так не смог построить То есть мы не смогли бы построить Фундаментальные Какие-то базовые вещи И поэтому человек Который здесь останется У меня есть в том числе Идеи мысли Что здесь создать Ты знаешь Что мы думали о баре Ты знаешь Что мы думали там О много чем И вот если мы найдем Этих инициативных людей Дадим им Скажем смотри Ты с помощью музыки Можешь зарабатывать деньги Причем хорошие деньги Ты можешь эти деньги Дальше И я могу Своими знаниями Помочь тебе Давай откроем Не знаю Джаз-бар Давай сделаем Вот это И вот И площадки начнут появляться Это же Вот если там Ну кто не знает Галицкого Он же вот это То же самое делает Ну то есть он Он не живет в Москве Он живет в Краснодаре Да И улучшает Краснодар Блин Один из лучших стадионов Футбольных просто Ну вот просто нужен Свой Галицкий Магнитогорский Который будет делать Вот это Ну то есть который Никогда отсюда не уедет В него поверили У него есть ресурс И он дальше 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 На это жизнь просто Ставит Уолт Дисней то же самое Да У нас Я помню Просто я уже давно В этой В музыке Да В этой среде Барабанной В городе Я помню дофига групп Которые срулили Я Не знаю Я Я никогда Наверное отсюда не уеду Я сейчас не к тому Что тебе надо взять меня И поставить там куда-то Вот Ну просто Мне было всегда Интересно наблюдать Я Наблюдал за многими группами Которые уехали И что-то добились Которые уехали И распались Их не стало просто Понимаешь Конечно И просто Иногда Думаешь Однако Не достаточно просто Взять и уехать Надо что-то делать Короче И при том можно что-то делать И не получится Вопрос Видишь сила заключается не в том Чтобы смочь это просто сделать Сила заключается что когда у тебя не получилось Ты встал и пошел делать снова Вот это самое сложное Поэтому здесь То что у кого-то получилось с первого раза Это Ну везение Без этого никуда Но при этом Если тебе 3-4 раза не везет И ты дальше продолжаешь делать То не может не получиться Угу Потому что просто Чисто по теории вероятности Тут получится И просто вот так вот залетает У меня же первый бизнес был Тоже не школа Это мой второй бизнес Угу Ну я в курсе Ты что с телефонами там Да У нас был ремонт смартфонов В 19-м году мы открылись В торговых центрах В 20-м была пандемия То есть мы полностью все Ну то же самое закрывали с убытками Но вторая То есть если говорить про не школы У меня успешный проект Ну то есть пожалуйста Второй проект Ну я не сдался Я пошел дальше Я понимаю что нигде нельзя сдаваться И если ну такие люди будут здесь Ну типа это будет только подниматься Мне интересно Я приезжаю в магнитку У меня здесь радостно Здесь хорошо И свои люди Здесь знаешь Второй дом Это первый дом Даже первый Первый Для меня Чумень не является таким домом Я приезжаю туда Я как в гости Да я знаю эти места Я знаю эти улицы Да где то есть там Где то детство может быть прошло Но знаешь У меня детство прошло в деревне Под Тюменью А здесь У меня Воспоминания И эмоции Намного больше Чем там Воспоминания Какие то Ну правда просто Такая любовь Ну типа какое то вот ощущение Радости Не по идее Реально Какая бы не была здесь ситуация Я захожу в школу И как бы мне радостно Да бывает грустно От того что я вижу Ну типа из того что из-за там Неправильного управления здесь Хромает и в том числе сейчас И мы сейчас будем Ну то есть барабаны все хорошо Но вокал и гитара тут Подхрамывает Не восстанавливает Как бы для этого приехал То есть я понятно что сейчас там Не смогу решить это все за пару дней Но я знаю что я сюда вернусь После нового года И мы здесь будем Выстраивать все по новой И дай бог мы найдем Ну я знаю как это все делать Найдем человека Который просто объединит Все эти школы И будет офигенный Крутые проекты делаться То есть то что вот я вижу Уже среди ребят Что сейчас образовываются Некоторые команды Уже постоянные То есть я вижу Какой уровень музыкантов И концертов мы даем Это уже очень круто И при этом дружба Как будто бы люди находились В одном поле Но не видели друг друга Но знаешь в рамках Вот их как будто расслабили И сказали вот ребят Смотрите можно просто вот так И они как будто глаза открылись Они начали находить друг друга И действительно дружить И это же блин офигенно Что самое интересное Что еще раз про ту группу Да про барабанную Что там было мало барабанщиков Их очень мало было в городе Очень мало И они все были один Был на 2-3 группы И в любой музыкальной Как бы этой тусовке В группе ВКонтакте Только и было написано Что где все барабанщики Вот нужен барабанщик Где взять Зато сейчас наверное Такой проблемы нету И потом я еще думала Что ты такой Говоришь типа Ты же открываешь барабанную школу И тебе нужны будут преподы И я такой Где ты собрался их брать Ну тут просто Их дефицит барабанщиков просто Один пришел Второй Третий Эти ушли Другие пришли Короче Оказалось Не там искал Видимо Или как Все здесь есть Это было сложно Но это правда Нелегко найти было Ребят барабанщиков там В том числе Я это команда искала Потому что я нашел Только самых основных Но при этом Скорее всего Тех Кого знал ты Это были ребята Уже устоявшиеся барабанщики Кого в принципе знали многие Но мы то Ты же знаешь Что в школе Мы разородили своих звезд Ну то есть это ребята Которые там Они нигде не светились Они в группах особо Еще не играли Но вот они молодые То же самое Там первые ребята Ваня Шемин Ну как бы Прикольные ребята Я сейчас офигеваю От нашего Который к тебе Уезжал туда в Питер Эрик Админ Эрик это вообще Просто Энерджайзер какой-то Ученик Он же уехал Он учился На какой На второй ступень Начинал учиться И уехал А приехал И стал преподавателем Я просто смотрю на него Когда он уроки ведет Он иногда делает такое Что допустим Я бы никогда не стал делать Но Я вижу сейчас Я смотрю в таблицу Да когда я расписание К Эрику К Эрику К Эрику Короче народ Знаешь вот прям Только к Эрику И все Аж прям зависть какая-то берет Шутка У каждого своя аудитория Эрик красавчик Серьезно Да Молодец Это значит Никакая не зависть может быть Это просто Надо с ним пообщаться Как он это делает Оказывается Видишь Не надо прям Такой с серьезным видом Типа такой Рабанщик Так вот Это же время Ты должен во время Эрик зашел Там пусть минут на десять Позже Что-то сыграл Все рты раскрыли Начался урок И вообще Я такой сижу Как Как это Как это возможно вообще Мы в жизни Знаешь Росли я Когда был тоже маленьким Мне всегда говорили что Серьезные люди Серьезные щи Ну типа Серьезные лица Там должны быть костюмы И так далее Чем больше я узнаю ребят Чего Которые добились чего-то В этой жизни В том числе Предприниматели Музыканты Без разницы В какой сфере Это максимально открытые Добродушные люди Вот максимально Типа в худи Даже тот же самый Стив Джобс Ну типа водолазка И просто И кроссовки Ну вообще Потому что Наверное Когда-то это было Когда СССР Переходило Когда были чиновники И все прочее Но сейчас Мир вообще поменялся сильно И надо просто Вот я знаешь Большое психологическое давление Периодически бывает Испытываем В том числе По принятию каких-то решений Но я отношусь К этому как к игре Нельзя слишком серьезно Относиться к этому Иначе Ты не сделаешь правильное решение Страшно хлистнет Или еще что-то А когда ты относишься к этому И к игре Ну в игре же ты можешь Многое сделать Да Вот это даже Одна из практик Ну типа я просто иногда Думаю Знаешь вот Есть какое-то решение Тяжело Надо принять Я просто вот Как будто бы выхожу из тела Как знаешь в третьем Как Хитман Или какая-то игра GTA Я такой думаю Вот есть какое-то решение И вот человечек Вот я представляю Просто я сейчас играю Какое бы я решение принял И вот оно Максимально отрезано От эмоций И оно рациональное Как правильно Вот как Таким образом И играешь просто в эту игру Где-то получается Где-то нет Интересно Круто Мансур Я думаю Можно закончить Спасибо тебе еще разок За то что Нашел время Еду домой Все получилось Сейчас приеду Что-нибудь смонтирую Напиши Как тебе Наше интервью С Мансуром Много непонятных терминов Да Касательно Бизнеса Например Вот Но в принципе Кому надо Тот поймет Еще немножко Болтовни Болтовни Я немножко Отсмотрел На телефоне Как мне показалось Я немножко С ракурсом Не угадал Потому что Комнатка Очень маленькая И Телефон На На стадикаме Стоял На столе Прям Вплотную К стене Нет Было Возможности Посмотреть Все ли правильно Там В кадре Как там Что Ну Ну И конечно же Маловато Света В помещении Скорее всего Будет Немножко Шумновато Впланирую А так В принципе Как бы Учусь Учусь Потихонечку Думаю Дальше будет лучше Каждый раз Понимаю Что Как В следующий раз Нужно делать Вот Спасибо вас за просмотр И пока